Всем привет! Первое, что хочу сказать, это то, что я очень сильно заскучала за YouTube. Я уже очень давно не делала видео и сейчас при первой же возможности сразу записываю. Очень много идей у меня, очень много запросов, поэтому постараюсь в ближайшие сроки все их воплотить. И первое, с чего я начну, это такое привычное для меня видео про покупки. И я на самом деле не собиралась записывать в ближайшее время это видео, потому что я посчитала, что слишком мало я всего купила, о чем я хотела бы рассказать. Но потом я решила все-таки собрать у себя на столе все эти товары, которые мне понравились из новых, и их оказалось довольно немало. Поэтому, в принципе, хочу с ними, ими с вами поделиться. И начну, наверное, с такой пудры от Лоры Геллер. Это очень популярная пудра на YouTube. Она запеченная, выглядит вот так вот. Как вы видите, здесь очень много присутствует разных оттенков, от самых светлых до желтых, даже темных, таких терракотовых. И когда вы смешиваете все эти оттенки вместе, у вас получается такой идеальный оттенок кожи. Это светлый оттенок, называется он Fair. И вообще сам продукт называется Balance and Brighten Foundation. Эти пудры вообще идут в таких черных упаковках. Это упаковка из лимитированной серии. Она такая телесно-золотистая. Очень мне понравилась эта пудра. Она просто шикарная. Она идеально ложится на кожу. Ее абсолютно не видно. То есть даже вот если вот зеркало вот так вот перед носом поставить и пытаться рассмотреть ее, ее не будет видно. Она отлично работает как закрепляющая пудра, так и, в принципе, ее можно использовать просто как тональную основу. Слишком много всего она не скроет, но она отлично выравнивает оттенок кожи. Она отлично скрывает какие-то покраснения. В итоге эта пудра дает такое просто идеально матовое, красивое, ровное лицо. Если у вас нет каких-то слишком больших недостатков, то вам ее вполне хватит. Если есть все-таки какие-то недостатки, которые вы хотели бы скрыть, то вполне можно воспользоваться ей плюс консилером. Она мне, кстати, сейчас тоже на лице очень нравится. Безумно просто нравится. Отличная вещь. У кого появится возможность, всем советую такую купить. Дальше тоже у меня появилась такая немного неожиданная покупка для меня, так как в последнее время я почему-то больше стала пользоваться помадами, а не блесками для губ. Но все-таки решила попробовать эту помаду. Это, вернее, блеск для губ. Это блеск для губ от Kat Von D. Вот такой вот он оттенок называется Marne. Как вы видите, она такая очень красная, даже немножко с блестками. И сначала кажется, что оттенок будет такой довольно, скажем так, насыщенный, еще и с таким видимым шиммером, потому что, когда вы смотрите на нее вживую, то очень сильно видно эти блестки. Но на губах она получается очень натурального, такого красного оттенка. Вот сейчас она у меня тоже на губах, без какой-либо помады, чтобы вы посмотрели истинный ее оттенок. Могу тоже сделать еще сводч на руке. Вот этот блеск для губ. Оттенок этого блеска мне очень нравится. Единственное, что мне не нравится, это то, что он очень липкий. И это меня всегда от блесков отталкивает. Он начинает скатываться, губы чувствуются, что они липкие. То есть, я бы не сказала, что по качеству этот блеск очень хороший. Именно в плане того, что он очень липкий. По стойкости отлично, держится он довольно-таки приличное время. Но все-таки из всех блесков, которые я пробовала, пока что мне больше всего нравится NYX и Mega Shine, потому что они самые наименее липкие из всех. Дальше я хотела бы перейти к средствам для ногтей. И лак я купила всего один. Это был лак от China Glaze. Вот такого вот металлического зеленого оттенка. Оттенок называется Cherish. Честно говоря, этот лак мне тоже не слишком понравился, как выглядит на ногтях сам по себе. Он делает мой оттенок кожи, видимо, немного более желтым и нездоровым. Я не знаю, как это точно объяснить. Но сам по себе он мне на ногтях не понравился. И вот можно посмотреть. Вот он у меня сейчас тоже на ногтях. Но я его сверху покрыла еще лаком от OPI Shatter. В такой комбинации с лаком OPI он мне вполне даже нравится, потому что он выглядит так поосенне. Так как сейчас в моде металлические оттенки, то это получается даже немного и трендовый такой маникюр. Но в то же время есть небольшая деталь из прошлого сезона. Это вот этот растрескивающийся лак. И в продолжении темы ногтей, также я купила еще два закрепляющих лака. Первый от Orly, который называется Wound Cheap, а второй от Wet Glaze. Вот такие два верхних покрытия. Дело в том, что почему я купила два, потому что я сейчас ищу очень хорошее верхнее покрытие, которое действительно бы продлевало стойкость лака. Пока мне, я бы сказала, не удалось найти что-то такое идеальное, поэтому делюсь впечатлениями насчет того, что я купила. Что касается Orly Wound Cheap, абсолютно не советую покупать этот верхнее покрытие, потому что оно просто вообще бесполезное. С ним лак у меня продержался даже менее суток. То есть действительно он абсолютно ничего не делает. И бывает даже он размывает лак, то есть он в некоторых местах его как-то разъедает. Я слышала его хвалили, я не знаю, мне абсолютно не понравилось, но мне оно не работает. Что касается Wet Glaze, это верхнее покрытие уже получше, чем Orly, но я бы не сказала тоже, что оно какое-то сверхъестественное. С ним лак у меня держится дня, наверное, 3, когда без верхнего покрытия у меня лак держится дня 2. Ну, то есть где-то на день, на полдня он точно продлевает стойкость. И если, кстати, вы знаете какое-то очень-очень хорошее верхнее покрытие, то, пожалуйста, сообщите мне, потому что я уже в поисках, просто не знаю сколько лет, и никак не могу найти то, что бы мне действительно очень нравилось. Дальше я буду переходить к средствам по уходу. И первое, это не совсем средства по уходу, это гель для душа от Natura Siberica. В своих предыдущих видео я рассказывала, что я пользуюсь шампунями от Natura Siberica, и они очень мне нравятся, очень качественные, хорошие средства. И поэтому решила попробовать гель для душа. Гель для душа в то же время, опять-таки, не является чем-то экстраординарным, на мой взгляд. Я не знаю, у меня очень чувствительная кожа, и часто бывают даже от геля для душа какие-то аллергические реакции. От этого геля у меня ничего такого не бывает, никаких аллергий. Но в то же время, как бы, не знаю, чем-то, чтобы он меня слишком сильно впечатлил, такого нет. У него запах очень такой натуральный, совсем не химический. Да, абсолютно натуральный запах, скажем так, такой вот, как вот когда-то были у всяких разных шампуней, которые продавались еще в Советском Союзе. То есть они не имели такого очень умопомрачающего запаха, который просто вас уносит на небеса, но в то же время они были натуральные. Дальше я купила тоже два крема для глаз, для области вокруг глаз. Первый это был крем от «Чистой линии». Называется он «Нежный крем для век. Экстракт и хиноцей». Я точно не помню кто, но, по-моему, кто-то мне посоветовал этот крем. Я его купила, попробовала, и в первый же день, когда я его попробовала, я его нанесла на ночь. С утра я обстала с мешками под глазами в два раза больше, чем они у меня были до этого. Сначала я подумала, что, может быть, это с чем-то связано с другим, может быть, какая-то большая усталость или что-то в этом роде. Я продолжала им пользоваться где-то, наверное, неделю, и на протяжении недели у меня все хуже и хуже становились мешки под глазами. И вы даже можете видеть мои предыдущие видео про мастер-классы, и там даже видно, насколько большие у меня мешки под глазами. Это как раз я пользовалась вот этим средством. Оно ужасное, честно говоря, просто отвратительное. И я, кстати, только что заметила, что почему-то большинство вещей, о которых я сегодня рассказываю, я называю отвратительными или просто никакими. Ну, как есть. Может, кому-то он помогает, но для меня он сработал просто обратным действием. И после долгих исследований онлайн я выбрала другое средство для области вокруг глаз, и это крем Origins. Называется он GinZin. Это средство советовала Таня Берр. Наверное, вы ее знаете. У нее канал Pixie2Goo. Выглядит этот крем вот так вот. И он действительно делает огромную разницу между тем, что было, и чего он помогает добиться. Это просто шикарный крем. Лучше пока я действительно ничем не пользовалась. Отличная текстура, хорошо ложится. Он очень плотный, то есть его нельзя наносить под макияж. Это скорее больше ночной крем. Но отлично он работает, убирает недостатки под глазами. То есть в мешке сразу виден результат буквально через пару дней. Особенно после того, как я намучилась с вот этим кремом. Origins сделал просто немыслимую работу, за что я ему очень сильно благодарна. И также хочу вам рассказать про еще одну вещь, которой я просто безумно довольна. Я рада, что наконец-то у меня получилось ее приобрести. И это туалетная вода Донна Каран, Нью-Йорк. Это новая туалетная вода Golden Delicious. Я просто ее обожаю, честно говоря. Если вы смотрели мои предыдущие видео про фавориты или Анкуста, или Юля, то я там показывала старую версию этих духов, которая называется просто Be Delicious. Это новые духи, которые вышли недавно. Выглядят они... Убоковка выглядит абсолютно точно так же. Единственное, что эта крышка золотая. Эти духи действительно одни, наверное, из самых моих любимых за все время. Потому что я не знаю почему, но у меня такое создается чувство, что если бы я сама когда-то создавала духи, то я бы, наверное, создала что-то вот такого плана. Или Be Delicious, которые были до этого. Все абсолютно ароматы от Донны Каран мне настолько сильно нравятся, что я каждый раз, когда выходит что-то новое, не могу абсолютно никак устоять, чтобы не купить. И самая последняя вещь, которую бы я хотела поделиться, она уже не совсем относится к косметике, вернее, она вообще к ней не относится, но в то же время она относится к аксессуарам, скажем так, которые помогают нам выглядеть более привлекательными, более стильными. И, в общем-то, то, что я купила тоже, и что я просто обожаю, это вот такое вот, не знаю, колье, не колье. Вот, сейчас покажу вам его поближе. Колье, она очень длинная на длинной цепочке, и, как вы видите, внизу здесь находится очень много связанных таких разных монтажных ключей. Я эту штуку просто обожаю. Она подходит практически ко всему, чтобы вы не одели. Купила я его в Аксессорайз. Оно еще до сих пор продается, насколько я знаю. Я уже несколько раз ее одевала, и всегда люди очень обращали внимание, смотрели, спрашивали, что это такое. Шикарно просто. Мне нравится вот эта массивность ключей здесь, которая еще повторяется также на цепочке. Здесь есть пару ключиков. И это были все покупки предыдущего месяца. Надеюсь, обзор этот был вам интересен. Если у вас остались какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Я с радостью на них отвечу. И, в принципе, на этом все. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. И совсем скоро с вами увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok